Еще один кадровый вопрос, уходит или нет. Несколько дней назад Алексей Циденов распорядился уволить руководителя лесхозов в Рибайкальском районе Владимира Матайса, который не реагировал на сообщения о сильном лесном возгорании. В результате его бездействий масштаб пожара увеличился с 15 гектар до полутора тысяч. В защиту лесника встали его коллеги, но материалы по этому случаю готовят отправить в прокуратуру. На сегодняшний день площадь возгорания очень значительная. И я считаю, что меры, принятые руководителям лесхоза, всем лицам, которые там отвечали, они неадекватны были и недостаточны. Мы все время спрашивали, какие силы и средства нужны. Нет сил и средств достаточно. В результате чего пожар был распущен и горит на такой значительной площади. Ничем, кроме как преступной халатностью, это назвать нельзя. Уже неделю идет борьба с пожаром. На сегодня площадь пожара 3170 гектар, и он уже давно перешел в верховой. Конечно, сейчас Матайс с пожаром героически борется, после того, как на утро 20 июня получил от Мордовского командный пинок. Зачем такой директор? Какой бы опытный он не был, но если он не работает, то лучше пусть молодой неопытный специалист работает, который по первому звонку бежит и реагирует. Что не знает, спросит у коллег. В лесхозе не один Матайс работает. Там и другие опытные люди есть. Вместе с тем, агентством лесного хозяйства было принято решение по данному вопросу, чтобы Матайс оставался на своем месте работы до окончания и ликвидации последствий крупного пожара. После этого мы будем проводить детальное служебное расследование. И, соответственно, исходя из этого, будут приняты меры или административного, или дисциплинарного, или другого характера. На данный момент леса горят в 15 районах республики. 25 очагов продолжают действовать на площади около 6000 гектаров. При Байкальском районе в тушении пожаров сосредоточены основные силы. Всего более 150 человек. Это сотрудники лесной охраны и местные жители. Также привлечено 45 единиц тяжелой лесопожарной техники. Продолжение следует...